Это называется введение в алтайское языкознание. Вот, значит, ну вот, начало. Это карта распространения алтайских языков без японского. В какой стороне японский? Справа или слева? Кто? Ну, если вы смотрите на экран, то ваша правая рука или ваша левая рука ближе к японскому? Да, правильно. Правая. Вот, значит, он не попадает на эту карту. Значит, вертикальной штриховкой обозначены какие языки? Правильно, Марк? Может кто-нибудь? Да, вот. А точечками обозначены какие языки? Точечками. Вот там 50А. А вот какой тюркский язык мы видим на отшибе ото всех остальных? Да, якутский, да, совершенно верно. А точечками какие языки обозначены? Тунгус-Маньчжурские, да, правильно. Вот. А горизонтальной пунктирной штриховкой? Монгольский. Да. Вот. Ну, значит, вот мы сориентировались. Значит, соответственно, к алтайской семье языков сейчас относят по самому большому счету это тюркский, монгольский, тунгус-маньчжурский, корейский, японский. Соответственно, алтайские языки занимают очень большую сейчас территорию, практически непрерывную полосу от Турции на западе до Японии на востоке и от побережья Восточно-Сибирского моря на севере до Харасана и Синьцзяна на юге. Общее число говорящих на языках алтайской семьи больше 380 миллионов человек. Если, ну, в рамках действующей, хотя и на небольшом объеме консенсуса внутри лингвистов генетической классификации языков, алтайская семья является подгруппой иностратической макросемьи, внутри которой иногда выделяются, значит, западную и восточную группы, так алтайская семья относится к восточной группе и характеризуется среди иностратических языков особой близостью с уральской и дравидийской семьями. Время распада алтайской семьи, естественно, определяется только с помощью углот-хронологии о том, что это такое, мы говорили, когда в марте, вот, значит, и оно раннее, это примерно шестое тысячелетие до нашей эры, вот, это значит, что это более старое родство, чем родство индоевропейских языков. Для индоевропейской семьи первый распад, то есть распад на анатолийскую группу и, собственно, индоевропейские языки падают на пятое тысячелетие до нашей эры. Первое разделение алтайской семьи – это японско-корейская веда и все остальное, в терминологии, предложенной Карлом Менгесом, называется материковые алтайские языки. И, значит, и распад японо-корейской ветви на японско-рюкискую и корейскую датируется примерно третьим тысячелетиям до нашей эры. Примерно между этими датами находится распад материковой алтайской семьи, тюрко-монгольской, тунгусо-маньчжурской. Ну, вот на слайде написано, что, значит, распад, собственно, первый распад алтайской семьи соответствует 16, примерно совпадением в стасловном списке своджа. Распад японско-корейской ветви – это примерно 25 совпадений в стасловном списке своджа. И распад материковой ветви – это около 20 совпадений в стасловном списке своджа. Ну, тут, значит, не могу не остановиться опять на понятии языковой семьи. Значит, языковая семья языков – это группа родственных языков. Родственных в смысле сравнительно исторического языкознания и ни в каком другом. Там не похожих типологически, не похожих по звуковому составу, не похожих в синтаксисе, не таких, на которых разговаривают люди с одним цветом кожи, не таких, которые имеют общую материальную культуру и так далее. Вот. Языковая семья – это такая группа языков, для которой может быть построен представительный фрагмент проязыковой системы, а проязыковая система – это набор глубинных знаковых единиц, характеризующихся означаемым и сегментным означающим, сегментным, то есть представляющим некоторый отрезок звуковой оболочки, из которых по непротиворечивым правилам выводятся единицы потомки, то есть реально представленные в языках, считающихся потомками нашего проязыка, языковые знаки, имеющие сегментное означающее. Вот. Значит, данная конструкция сравнительно исторического языка знания имеет некоторое историческое изменение, объяснение, а именно предположение наличия в прошлом определенной общности людей, которая пользовалась тем, что мы реконструируем для общения между собой, а впоследствии постепенно разделялась на группы, между которыми коммуникация ослабевала, в силу чего языковые изменения, происходившие с течением времени, по-разному затрагивали язык общения внутри получившихся групп и не были общими для всех этих групп. Конечно, время от времени, вероятно, происходили и обратные процессы, а именно общение между некоторыми из этих групп усиливалось, и поскольку внутригрупповые языки еще не полностью утратили взаимопонимаемость, некоторые языковые изменения могли захватывать ранее уже разделившиеся группы. Соответственно, могли образовываться локальные кайны со смешанными чертами, которые впоследствии, если жизнь складывалась благоприятно для этого, приобретали полный набор сфер употребления и также могли становиться основным языком для вновь создавшихся общностей, а впоследствии проязыком для разделяющихся групп носителей. В общем, вся эта проблематика и связанные с ней проблемы методов реконструкции проязыка и установления структуры генеалогического древа языков излагается в хороших учебниках по сравнительно историческому языкознанию. Что касается, собственно, алтеистической литературы, то она изложена в двух томах сравнительной грамматики теркских языков, выпущенных Институтом языкознания в 2002 и 2006 году. А для нас здесь важно, что компротивистская процедура принципиально способна справиться с задачей восстановления определенных частей проязыковой системы и, в частности, проязыкового лексикона, что позволяет использовать результаты сравнительно исторического языкознания для исторических импликаций. История вопроса. Предположение об особой близости алтайских языков с уральскими само по себе спорно. Иногда говорят об урало-алтайской семье языков, и эта гипотеза существует с XVIII века. Вот урало-алтайское родство не доказано в общем ни в какой степени. К настоящему времени у нас имеется довольно большая коллекция урало-алтайских параллелей, но они могут свидетельствовать либо об реальном сохранении утраченных в других семьях элементов проязыкового наследия, либо о контактах между алтайскими и уральскими протоэтносами и о соответствующем языковом союзе. Предметные области, охватываемые урало-алтайскими схождениями, это в определенной степени это такие, которые скорее говорят о древнем родстве, то есть термины родства, названия частей тела, базовые глаголы и термины элементарной физиологии, но с другой стороны многие параллели, обнаруженные на уровне сопоставления проалтайского и прооральского, включают специфическую культурную лексику. Это особенности природного окружения, довольно северная территория, несколько видов снега и наста, болота, кедры, березы, стада диких копытных, лесные по преимуществу и водоплавающие птицы, комары, род занятий контактирующих популяций, а именно термины рыболовства, термины охоты с собаками и с помощью ловушек, собирательства, мясной суп и так далее. Такое впечатление, что одна часть описываемой лексики досталась уральским и алтайским языкам в наследие от более древней общности, возможно, одностратической, и потом еще было контактное схождение, которое дало эту лексику природного окружения общую. Ну и, соответственно, пока ни о какой более или менее точной локализации и временной привязке урала-алтайского либо родства, либо контактов на уровне проязыков, речи не идет. История алтаистики. Впервые гипотеза о существовании семьи, включающей тюркские, монгольские, тунгус-маньчжурские языки, была высказана Староленбергом в 1730 году. Возникновение научной алтаистики связано прежде всего с именами Владимирцева, Рамстеда, Поппе, Поливанова, Котвича, Рясена и еще ряда ученых, которые в разное время разрабатывали алтайскую гипотезу с позицией сравнительно-исторического языкознания. Поливанов в 1920-е годы и Рамстед несколько позже в 1930-е годы обосновали родство не только тюркских, монгольских и тунгус-маньчжурских языков, а также корейского. Поливанов подмечал некоторое сходство японского языка с другими алтайскими, но предполагал для японского языка смешанный характер, а именно австронизийскую принадлежность при сильных древних контактах с алтайскими языками, с языком типа корейского, собственно, каким-то древним. Впоследствии Миллер выдвинул, а Сергей Анатольевич Старстин окончательно обосновал принадлежность японского языка к алтайской семье, то есть генетически мы сейчас японский относим скорее к алтайским, но, возможно, предполагаем, что он развивался действительно на сильном австронизийском субстрате. В настоящее время в позитиве алтаистики имеется построенная и несколько раз уже пересматривающаяся сравнительно историческая фонетика. Значит, тут надо упомянуть, кроме уже называвшихся имена Владислава Марковича Ильича Свитча, Веры Ивановны Цинциус, венгерских ученых Гомбаса, Лигити, французского ученого Пельо, американского ученого Стрита. Ряд разработок по отдельным вопросам реконструкции морфологической системы. Здесь следует отметить прежде всего работу Игоря Валентиновича Кормушина и значительно разработан, да, и сейчас еще можно отметить в вышедшую в 2015 году работу Мартины Робертс Галанке и значительно разработанный корпус лексических этимологий. в котором поучаствовали, кроме всего прочего, Карл Менгес, Андрош Ронаташ, Дэни Шиннер, Талар Цекин и Сэмэл Мартин. Последняя по времени более или менее полная версия алтайской реконструкции на различных языковых уровнях представлена в публикации 2003 года в Лейдене «Etymological Dictionary of Altaic Languages». Предисловие содержит описание фонетической реконструкции, а также набор реконструируемой общей морфологии и словообразования. Тем не менее, на современном этапе ряд исследователей продолжают считать родство алтайских языков недоказанным. При этом критике в основном подвергается сравнению языков внутреннего круга, тюркских и монгольских, и эти исследователи оставляют за алтайской общностью только реальный и типологический статус, отрицая доказанность генетического родства. Основные претензии при этом вызывают обведенные в алтайское сравнение лексика, а именно утверждается, что все алтайские лексические сопоставления могут объясняться разновременными заимствованиями. И также, что общими для алтайских языков оказываются как раз слова по своему значению, относящиеся к проницаемым частям лексической системы. Ну, наиболее обоснованная критика звучала с его стороны Клоссена, Дёрфера, Александра Михайловича Шербака и Юфи Янхуна. По-видимому, реальная основа таких воззрений состоит в том, что действительно, когда ты занимаешься компортивистской процедурой на материале алтайских языков, то приходится сталкиваться с фактором многократно возобновлявшихся контактов между тюрками, монголами и тунгусоманьчжурами. Вследствие этого лексика любого материкового алтайского языка полна заимствований из других алтайских языков. И, соответственно, приходится все время заниматься отделением заимствований от исконно родственных основ. Использование японского и корейского лексического материала при сопоставлении алтайских языков сильно повышает надежность, потому что уменьшает вероятность объяснения лексических совпадений ранними контактами. Ну, вот, соответственно, лингвистически... А, ну, наверное, я лучше тогда сейчас переключу на другую презентацию и расскажу сначала вот это. Ну, это вот картинка, позаимствованная из книжки введения в алтайское языкознание Рахельвица. Значит, какие языки окружают японский язык. Соответственно, на этой же картине мы можем видеть и какие языки окружают алтайские языки. Значит, вот у нас наши алтайские языки. Вот они, японский, корейский, тунгусские, якутские, вот, монгольские, тюркские. Что-то тут тюркских маловато, но неважно. Вот они. Да, рюкюйские, да, конечно, рюкюйские, это японский, японо-рюкюйская семья, вот они. И вот кто их окружает. Значит, с северо-востока тут живут нивский язык. Значит, чукотско-камчатская группа. Вот они, чукчи и камчадалы. Эскимосы. С эскимосами такие дела. Значит, несколько лет назад вышла очень большая книжка Олега Алексеевича Мудрака, в которой он предлагает обновленную реконструкцию про эскимосского, такую, что полученный про язык довольно неглубокий, потому что эскимосы не так давно распались, можно сопоставлять с алтайскими. Возможно, что действительно, что эскимосские языки входят действительно в алтайскую семью на правах отдельной группы. Во всяком случае, родства эскимосского с чукоско-камчатскими и низким. Вот тут не отмечен, кстати, юкагирский на этой карте. Это юкагирские языки, которые, опять же, по некоторым данным могут, ну, то есть, в основном по работам того же Олега Алексеевича, могут составлять общую семью с чукоско-камчатской и низкими. А? Там, с айнским, там совсем ничего не сделано. Это он только словами говорит. Вот. В айнском довольно большой слой старых тонгус-маньжурских заимствований, что я могу сказать точно совершенно. Вот. А в остальном особо непонятно, куда это все относится. Вот. Да, и в эскимосских есть большой слой чукоско-камчатских заимствований. Вот что понятно. То есть, как будто бы эскимосы двигались через чукоско-камчатские территории к тому месту, где они находятся. Частично, потому что дальше они находятся в основном в Америке. Вот. Значит, ну, значит, для японского южный сосед это астронезийские, да. Потом, значит, для японского, корейского, тонгус-маньжурских, монгольских и, собственно, тюркских в их старом ареале распространения соседом является китайский, таким большим. Вот. Далее, иранские языки соседями являются в основном для тюркских. Арабский является культурным соседом тоже в основном для тюркских. Вот. то есть это все языки, из которых мы можем ожидать заимстваний. Вот. Славянские языки являются соседями тоже в основном для тюркских и не очень давними соседями. В общем, ранние в словаре Махмуд-Кашгарского имеется парочка славянских заимствований. Вот. Ну, в основном контакты относятся к более позднему времени. И уральские языки являются соседями для тунгусских и тюркских языков, которые попадают в соответствующую зону. Вот. Значит, соответственно, в тунгусских мы опять же имеем некоторое количество заимстваний из Нивского в тех языках, которые живут близко к нему, и из Чукотско-Камчатских и Юкагирского, вероятно. Все это довольно мутная тема, потому что чтобы утверждать, что какое-то слово заимствовано в тунгусские языки из Юкагирского, надо уметь этимологизировать соответствующее тунгусское слово и знать, что оно не этимологизируется на проалтайский или протунгусский уровень, и знать этимологию соответствующего Юкагирского слова, чтобы утверждать, что оно не этимологизируется на проюкагирский и какой пропалеосибирский уровень, но пропалеосибирская семья не очень-то доказана. Во всяком случае, большое количество слов, которые приводят для доказательства палеосибирского родства, то есть Юкагирска, Чукотско-Камчатско-Нивского, могут на самом деле оказаться заимствованиями из северно-тунгусских языков в Юкагирске с одной стороны и заимствованиями из амурских тунгусских языков в Нивске с другой стороны. Эти вещи могут быть разделены только при более тщательной и обновленной обработке материала. это классификация японских диалектов японских и рюкёвских вот тут за чертой острова Рюкё. Вот. Их довольно много, поэтому вполне разумно разговаривать о пра-японской рюкёвской реконструкции. значит ну вот собственно классификация языков которые есть основания относить к алтайской семье. Значит алтайская семья распад в районе 5000 лет до нашей эры делится на корейско-японскую семью, тунгус-маньжурскую семью, монгольскую семью и терпскую семью. Корейско-японская семья распадается на японско-рюкёвскую семью и корейскую собственно группу. Японско-рюкёвская распадается на японские и рюкёвские диалекты. Значит диалектологическая классификация корейская к настоящему времени разработана, но не очень хорошо про корейскую реконструкцию никто не делал. Более того, более или менее отсутствуют хорошие научные записи корейских диалектов. Вот. Значит, подзвездочкой это исчезнувшие языки, про которые есть некоторые основания полагать, что они классификационно принадлежат к тому месту в таблице, где они нарисованы. Это вот язык когурё, дошедший до нас в основном в глоссах в китайско-язычных хрониках. И то, что доходит, похоже скорее на то, что это был какой-то язык, близкий к японо-рюкюрской семье. Но это язык материкового государства, располагавшегося в Корее. Вот. Теперь, значит, тунгус-маньчжурская семья. Первый распад тунгус-маньчжурской семьи это на маньчжурские и тунгусские. Всё-таки мы считаем, что бинарная классификация... Ну, просто про тунгус-маньчжурскую семью имеется две разных идеи про то, как проходил распад. Одна идея это распад на северную и южную ветвь, при которой считается, что южно-тунгусские, то есть амурские, тунгус-маньчжурские языки и маньчжурские обладают некоторой генетической общностью, а от них отделились северные тунгусские языки. Но сейчас мы склоняемся к тому, что всё-таки был бинарный распад другой, а именно сначала отпала группа диалектов, из которых впоследствии возник маньчжурский, а древним представителем является, ну, более старым является джуржинский. Вот. Значит, а дальше уже общетунгусская группа распадалась на северные и южные тунгусские языки. А вероятно древним языком, принадлежавшим к тунгусо-маньчжурской семье и как будто скорее к маньчжурской группе был язык жуань-жуани, о котором нам известно буквально несколько слов и одна фраза, которая значит, записана иероглифической китайской транскрипцией в китайской летописи. Вот. Значит, айф. Монгольская семья, по-ведьмому, ранний распад, это на, собственно, монгольские языки кукунорфской группы, а именно ну ладно, сейчас не буду перечислять, потом я буду их терапизировать. и из вымерших языков к монгольской семье теперь уже в общем более-менее понятно, что совершенно точно относился язык киданий, который дошел до нас в гораздо большей мере, чем все остальное, а именно это значит, некоторое количество текстов в китайской иероглифической транскрипции, а также полурасшифрованные тексты китайского письма, сделанного на основе китайской иероглифики, но в общем самостоятельного. Тюркская семья языков пережила первый распад на общетюркский или стандартно-тюркский и булгарский. Почему оно едет, интересно. И из древних свидетельств практически про языкового характера мы можем говорить о языке Сюн, но точнее это те слова, ну тот набор слов и немножечко фраз, который записан китайской иероглифической транскрипцией в китайских летописях, а именно в трудах Сыма Цяня для раннего периода и в хронике Ханьшу для более позднего периода. Вот. классификация тунгус-маньшурской семьи. Первый распад около второго века до нашей эры на маньшурскую группу и тунгусскую группу. Значит, из маньшурской группы нам известны, во-первых, джуржинский язык, который известен нам а по китайским аэроглифическим транскрипциям и б по текстам двух видов джуржинского письма. Это все более или менее читается. Значит, затем маньшурский язык, который нам известен с позднего времени, в общем, практически с 17 века и который сейчас является почти мертвым, но от него очень много письменных текстов и диалект Сиба сохранился. Тунгусская группа распадается на южно-тунгусские и северно-тунгусские. К южно-тунгусской относятся урокские, ульчиские и на найские. Северно-тунгусские, когда они распались, совершенно непонятно, пока подсчет не дает возможности это сделать. Северно-тунгусские по углу хронологии распадаются около 11 века нашей эры, то есть совсем недавно тоже, и там тоже выделяются явные группы. Во-первых, это уроческо-удейская группа, во-вторых, это негидальский и курурумийский диалект нанайского, и во-третьих, это и венкийский, и венский, и салонский. Впрочем, может быть, салонский ближе к негидальскому, пока не очень понятно. монгольская семья, ну, классификации внутри монгольских языков существует множество, что связано с бедой сравнительно исторической монголистики, следующей, у нее слишком хорошо зафиксирована древняя форма языка. Это также беда и индоевропеистики, которая мало обращает внимания на реконструкцию прогрупповых языков, предпочитая пользоваться данными древних языков. Однако данные древних языков довольно часто отражают только одну какую-то группу из имеющихся языков данной генеалогической данного генеалогического подразделения, что нам сильно ухудшает качество реконструкции. В общем, пока, например, не начали делать иранскую реконструкцию и пытаться использовать в индоевропейских сопоставлениях проиранскую реконструкцию, включающую материал как западных, так и восточных иранских языков и также материал новых иранских языков, индоевропеисты пользовались в основном данными древнеперсидского и авистийского языков, что сильно в общем включение новоиранского материала сильно увеличивает просто количество сопоставляемой лексики индоевропейской и соответственно вносит коррективы в индоевропейскую реконструкцию просто прямо сейчас. Так вот, значит, для представления о промонгольском состоянии обычно пользуются просто-таки данными письменно-монгольского, вот, а реально, конечно, нужно делать промонгольскую реконструкцию и к настоящему времени мы имеем две попытки такой реконструкции одна была сделана в дипломной работе так уже упоминавшегося в ряде случаев Олега Алексеевича Мудрака и гуляет на просторах интернета, а другая была сделана Хансом Нуктереном и вполне им опубликована в каком в тринадцатом по-моему году в Лейдене вот так что сейчас у нас имеется некоторые все-таки промонгольский лексикон а именно тот который в книжке Ноктера и мы всегда можем посмотреть какое слово монгольское может восстанавливаться для промонгольского состояния о которой мы должны считать о реальном заимствовании можем посчитать скорее о реальном заимствовании допустим тюркским вот ну правда в промонгольском который распался не очень давно вот вы видите тут написано около пятого века нашей эры в промонгольском уже есть ряд тюркизмов совершенно очевидных поэтому значит мы не можем в общем такого очень большого козыря в борьбе с антиалтаистами утверждающими что все общие слова между тюркскими и монгольскими языками являются заимствованиями из протюрксов промонгольских и у нас не появилось в результате книжки Ноктерена но некоторая почва под ногами для уточнения наших представлений о промонгольском состоянии все-таки появилась вот значит распад около пятого века нашей эры практически видимо промонгольский облик имеют табгачская лексика в китайских транскрипциях в вэйшу значит к сожалению ну в общем до нас дошли каталоги китайских библиотек среднекитайского периода то есть пример седьмого века в котором перечислено что-то около двадцати сочинений на табгачском языке в том числе значит словарь табгаческо-китайский но нам остались только библиотечные карточки так сказать самих самих этих сочинений к сожалению нету вот а жаль чрезвычайно и надо сказать что уже ай что уже в табгачском сейчас ф5 уже в табгачском имеется значительное количество тюркских заимствований которые ну что естественно поскольку по историческим данным значит табгачи пришли на смену империи Сюнну которая в какой-то степени включала в себя тюрков как нам говорят эти самые слова из языка Сюнна приводимая китайцами вот поэтому естественно тюркские заимствования причем это в основном название должностных лиц в табгачском имеются значит группа делится значит монгольская семья делится на собственно монгольские языки и кукунорскую группу и вероятно чем-то очень похожим на эту самую собственно монгольскую на прасобственно монгольский является китайский вот далее значит вероятно вот ну дальше поскольку классификации спорят между собой то тут я особенно не настаиваю на приводимой но похоже что дальше все делится на северном монгольские и южном монгольские так называемые значит к южном монгольским относятся догурский и язык желтых уйгуров тот который монгольский а не тюркский значит а северном монгольские делятся на восточном монгольские это халха с диалектами чахарский ордовский и другие диалекты внутренне монгольские или хамниганский и бурятский с диалектами и западно-монгольские это айратский и калмыцкий с диалектами так да что же оно все хочет перевернуться да а кукунорская группа это монгольский дунсянский и бааинский опять же на их материал часто монголисты историки языка не обращают внимания потому что считают что это языки подвергшиеся сильному влиянию китайского и тибетского но влиянию то они подверглись однако фонетические развития которые в них произошли произошли не под влиянием в основном не под влиянием китайского и тибетского а сами по себе и их облик в общем достаточно хорошо подтверждает ряд реконструктивных решений принятых относительно промонгольского наконец самая большая группа это тюркска вот про тюркский распад датируется ну примерно рубежом нашей эры свидетельствами про тюркское состояние можно считать во первых уже упоминавшиеся китайские транскрипции относящиеся к языку сюну затем в про тюркске имеется некоторый слой заимствований из древнекитайского эпохи хань значит и из про тюркского состояния имеются заимствования в прасамадийское и прагенесийское состояние все эти свидетельства они ну все все это выглядит по своему фонетическому облику как то что заимствовано из того языкового состояния которое восстанавливается на основании сопоставления булгарского языкового состояния и стандартно тюркского вот значит ну булгарская группа для нее мы имеем не очень так не очень много свидетельствов что ж такое почему она у меня с этого f5 все время выпадает не очень много живых свидетельств а именно единственный живущий потом булгарской группы это чувашский язык значит опять же неверно что к булгарской группе относятся также поволжско-тюркские кипчакские языки а именно татарский башкирский хотя у них имеется некоторый слой булгарских заимствований определяемых определимых по фонетическим особенностям значит а так для прабулгарского у нас имеется в качестве свидетельства ранний слой заимствования из прабулгарского в венгерский язык и в осетинский язык около 5 века нашей эры как считает Андрош Ронаташ соответствующий контакт происходил на территории Дон-Кубань значит что подтверждается рассмотренными им общими заимствованными туда и сюда то есть там вот этот тройной был контакт древневенгерска ну про-венгерска собственно аланский ну древнеосетинский так сказать и булгарский и в результате имеются перекрестные заимствования которые включают в частности название деревьев на основании которых Ронаташ и локализует этот контакт довольно хорошо вот значит далее по-видимому мы можем говорить о распаде прабулгарского на две ветви а именно западную и восточную это дунайско-булгарский и волжско-булгарский волжско-булгарский язык это язык тех булгар которые двинулись потом вот с обсуждавшихся территорий вверх по Волге значит и дан нам в ощущениях а в своем потомке чувашском языке с диалектами и б в заимствованиях из волжско-булгарского в восточнославянский и ранних заимствованиях в марийский пермский и обско-угорский языки а кроме того для 13-15 века мы имеем в Поволжье арабографические эпитафии которые написаны в основном на арабском но там имеются булгарские глоссы это все исследовано значит последние работы это Хакимдианов и Эрдал значит и там в общем довольно хорошо можно видеть какие допустим фонетические процессы шли в волжско-булгарском в этот период они нашли свое отражение в надписях а с другой стороны это дунайский дунайско-булгарский язык от которого мы имеем а поздний слой булгаризмов венгерском отличающийся по своим фонетическим характеристикам от раннего слоя булгаризмов венгерском а также заимствования в южнославянские языки которые это довольно любопытный слой булгаризмов в славянском потому что прошли заимствования в южнославянские языки и в частности они попали в язык на основании которого был диалект на основании которого был сформирован старославянский который как язык религии затем распространился на ряд славянских областей неся с собой вот эти старые дунайские булгаризмы и отсюда мы имеем ряд дунайских булгаризмов попавших вместе с церковно-славянским допустим восточнославянские языки как то в русский там а хоругв да например хоругв капище что там еще ну имеется некоторый наборчик который если будет время можно будет посмотреть вот и кроме того имеем отдельные булгарские надписи греческим алфавитом и кириллицей значит имеем вот этот самый список булгарских князей допустим многократно тоже интерпретировавшийся как булгарский ну вот и на этом булгарская группа у нас кончается вот общетюркский распад общетюркского глот хронологически датируется около 4 века нашей эры то есть до первого тюркского каганата и надо понимать что древнетюркский то есть тот язык который мы имеем а в рунических надписях тюркских и б в древнегурских текстах ни в коей мере не является как это зачастую пытаются трактовать предком тюркских языков ныне существующих и даже предком стандартно тюркских языков ну в общем на самом деле поскольку это древний язык дошедший только в письменных памятниках то его классифицировать довольно трудно но похоже что он в основном особую близость проявляет к сибирско-тюркским языкам то есть возможно к хакасской и туфинской группы древнеугурский похож на туфинско-тюркскую туфинно-тофаларскую группу на самом деле вот значит и здесь о последовательности разделения стандартно тюркского на группы опять же говорить довольно сложно потому что на таких низких уровнях нам также трудно классифицировать языки как на очень глубоких вот но ясно что там выделяется якутско-долганская группа значит саянская или туфинно-тофаларская группа вот примерно того же времени от падения от общего тюркского состояния огурской группы языков которые несмотря на чрезвычайно стандартный тюркский внешний облик из стандартно тюркских групп одна из немногих которая дает хорошие основания для реконструкции проагустского узла на кинеологическом древе с большим количеством общих фонетических морфологических и морфонологических процессов то есть вот такая хорошо выделяющаяся классическая генеалогическая общность вот значит все остальное немножечко попозже так нам говорит глотохронологическое древо и впрочем вероятно можно найти этому и подтверждение в классической тюркской реконструкции и мы надеемся улучшить классификацию на вот этом месте в частности в результате наших занятий по проекту потому что здесь надо уже собирать материал на диалектном уровне а не по имеющимся литературным словарям и грамматикам вот но похоже что значит от всего остального отделяется ранее всего кыргызская или хакасская группа это хакасские с диалектами ну то есть собственно Качинский Козыльский Сагайский Пилсирский это Шорский Мразский это Чулымский Средний это язык желтых уйгуров тот который тюркский и язык уйюйских киргизов вот а все остальное представляет собой генеалогический куст к настоящему времени по выражению когда-то Аруна Борисовича Долгопольского который относил впрочем это к классификации тюркских языков вообще то есть где-то в 60-е годы он высказался что у всех языков генеалогическое древо а у тюркских генеалогический куст так вот значит с тех пор все-таки был достигнут некоторый прогресс и сейчас у нас куст остался только для того что мы можем называть Копчака Карлупской группой значит Карлупские сейчас не очень хорошо классификационно выделяются на Копчакском фоне и частично выглядят как периферийно Копчакские языки просто вот ну соответственно Копчакские бывают у нас западные домонгольские значит свидетельство это Пловецкий который в частности засвидетельствован в кодексе Куманикуме значит раннекопчакские заимствования венгерские и восточнославянские языки а караимский бум значит караимский карачаево-балкарский кумыкский затем довольно хорошо выделяется Поволжская Копчакская группа но насколько она генеалогическая а насколько она реальная должно решаться на основании междиалектного сравнения это татарский башкирский затем нагайская группа это нагайский казахский каракалпакский часть диалектов узбекского центрально-восточная группа киргизский и алтайский причем южные диалекты алтайского несомненно сюда входят а северно-алтайские не несомненно вот значит и вот значит карлугская группа это часть диалектов узбекского новоугурский и вероятно в карлугскую группу все-таки входит халатский язык который дерфер в свое время объявил отдельной ветвью теркских языков но все-таки на это не очень похоже куда это так